Семьи пассажироперевозчики требуют повышения стоимости проезда до 140 тенге. По их словам, нынешний тариф не покрывает затраты на ремонт автобусов, топливо и зарплату водителей. Кроме того, они не могут получить соответствующие субсидии от государства. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, организованной представителями автобусных парков города. В последний раз стоимость проезда повышалась до 80 тенге в августе 2017 года. В настоящее время, учитывая удорожание запасных частей и сервисного обслуживания, этот тариф не может компенсировать затраты предприятия, говорят перевозчики. К слову, стоимость топлива за последние три года увеличилась на 48 тенге. Несмотря на сложившиеся финансовые трудности, пассажироперевозчики говорят, что заработная плата работников выплачивается своевременно. У нас выплаты заработной платы находятся на первом месте, несмотря на все трудности. Руководство парка старается в первую очередь выплатить всем работникам, добросовестно отработавшихся свои смены и заработной платы. Но из-за нехватки денежных средств, из-за невыплаты субсидий со стороны государства по всем этим маршрутам мы несем большие убытки. Постоянно увеличивается сумма оплаты за ГСМ запасные части, которые производятся не на территории Республики Казахстана, связанная с тем, что мы закупаем все запасные части в соседних государствах. Товарищи со сограниченной ответственностью семьи БАЗ в сентябре прошлого года обратились в Экимат с получением субсидий. Как отметил заместитель директора предприятия Осетка Легожин, соответствующие расчеты и документы были разработаны и направлены в областной Экимат. Но до сих пор никакого ответа не поступило. На сегодняшний день субсидий таких у нас нет. Письма везде разосланы. На сегодняшний день Экиматом города Семей направлены письма в Экимат области. Но парка ответов нет. Говорить о том, что даже если будут так и не выдадут нам субсидии, нам маршруты, говорить, что мы обанкротимся, такой вопрос сейчас пока не стоит. Со всеми силами стараемся поддерживать и выплачивать зарплаты, естественно. Но риски, конечно, существуют. Одним из решений проблемы было бы, наверное, все-таки поднятие тарифа за проезд. Предприятия, занимающиеся пассажирскими перевозками в Семей, направили запрос в городской Экимат на увлечение тарифа. Однако этот вопрос должен решаться в рамках соответствующего закона. По словам заместителя руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на сегодняшний день создана специальная комиссия по рассмотрению данного вопроса. Есть методика расчетов, согласно закону о перевозках. Данные тарифы будут, их расчеты будут проверяться. И в любом случае повышение тарифа – это не, как говорится, недельный срок, это определенное время, которое будет рассматриваться на общественном совете, депутатами Маслехата, соответственно. Затем, если все подтверждающие документы будут налицо, и действительно по методике расчетов будет проверено, что действительно тариф будет составлять определенную сумму, тогда уже будет решением, постановлением Акимата выноситься единый тариф по городу Семей. В связи с пандемией количество автобусов, курсирующих в городе, ограничено. Кроме того, из-за снижения пассажиропотока значительно снизились доходы автобусных парков. Представители общественности надеются, что в дальнейшем со стороны исполнительной власти будут предприняты соответствующие меры в пользу решения этой проблемы.